Алена Айпина 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 Они говорят, ну, в принципе, мы уже ее пели, уже и клип сняли. Я говорю, ничего страшного, ну, вот будете выпить, и я буду петь. Ну, таким образом родилась та самая песня, которая всем нравится, которая у меня называется «Завтра», у них она называлась «Ангел», и которая послужила последней песней в альбоме. Когда я ее спела, когда отзвучал, или продолжает звучать на телеэкранах клип, альбом закончился, и все. Завтра презентация, то есть он уже все выпил. А, совсем скоро. Вот, кстати, к нам весьма такое жесткое пришло заявление на пейджер, звучит оно так. Алена, зачем вы копируете Земфиру своей последней песней, имеется в виду ее клип? Знаете, да, мне вот спрашивали... Кто-то Леной подписался. Да, дорогая Лена, дело в том, когда писалась эта песня, Миша Зуев, это солист группы «Иван Кайф», он написал на рождении сына, а сын сейчас, по-моему, уже в школу пойдет. И вот когда писалась эта песня, госпожа Земфира, я очень хорошо отношусь к творчеству этой девушки, так ее и в помине не было еще. Поэтому, кто кого копирует, тут большой вопрос. Видимо, здесь суть в том, что копируется не песня, а видеоклип, вот что имеется в виду. Но это вопросы к режиссеру. Нет, ну а в чем там? Я не вижу даже ту кальку, по которой проводится копия. Совершенно аппинский клип, мне кажется. Вот я с этим тоже согласен, тем более, что, например, Мадонна копировала не Земфиру, а... Земфиру сейчас... Сейчас, подождите, я пытаюсь вспомнить, кто был до Земфира. Все, забыл. Нет, подождите. Линду, наверное. Линду, конечно, господи боже мой. Вот бывает же так в прямом эфире. Мадонна копировала Линду. Мадонна копировала Линду, так что у нас уже все. Мы живем в эпоху, Лена, я о Лене отвечаю, Лена, мы живем в эпоху тотального постмодернизма, даже уже отживающего. Поэтому любое копирование, это совсем даже не зазорно, я бы так сказал. Тем более, что все уже было сделано раньше, много лет, много раз подряд, поэтому что-то не скопировать крайне сложно. Фактически невозможно. Сполна ответил? Сполна. Пока не забыл. Напоминаю вам о том, что послезавтра, 8 марта, не забудьте купить подарки всем своим знакомым, девушкам, и сделайте им обязательно приятно. А я, в свою очередь, поздравляю с наступающим Аленой Опиной, которая сегодня у нас в гостях. Наши телефоны 748-14-24, 748-14-25, и у нас уже есть звонок. Алло. Алло. Я вас слушаю, внимательно представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Амадеура. Амадевра. Амадеура. Амадеура? Да. Вы откуда к нам? Ура. Амадеура, откуда вы нам звоните? Я звоню из Москвы. Очень. Может быть, вы расскажете краткую историю своего имени? Мне кажется, что я никогда такого не слышу. Нет, дело в том, что это не имя, как бы это цинический псевдоним. Я работаю в клуб, по клубам. Ага. Я танцую. Очень хорошо. Амадеура, тогда задавайте свой вопрос. Я хочу сказать, что насчет этого клипа, насчет Зимфира и Лены, ой, Алены, извиняюсь, вот, что это все неправда. Абсолютно просто у Алены свой образ, а у Зимфира абсолютно другой образ. Ничего похожего совершенно нет. У Алены просто у нее классный очень стиль, вот, а Зимфира совершенно в другом стиле. Или поет и танцует, и вообще шоу. Спасибо вам большое. Амадеура. А вопрос у вас не будет? А? Вопроса не будет? Вопрос. Я бы хотела просто узнать, в каких клубах вообще работает Алена Апина в ближайшее время. В ближайшее время Алена Апина работает... Господи, в каких клубах-то я работаю? Во многих. Во многих. Во многих. Во многих. Но сегодня я работаю в Метелис, завтра работаю в Golden Palace. А 9-го числа я работаю в Театре эстрады. Амадеура, большое спасибо. Кстати, вот о концертах я бы хотел спросить. А концерты, это приятная часть всей работы? Или же гораздо приятнее работать в студии, клипы снимать? Нет, нет. Я очень не люблю фотографироваться, не люблю снимать клипы, потому что это как кот в мешке. Я не знаю, что получится. Как бы от тебя ничего не зависит. Все зависит от оператора, от визажиста, от режиссера, от всего. А петь песни в студиях и работать в концерте, это уже только ты. Тут тебе уже никакой визажист и режиссер ничего в голову не вобьет. К счастью, может, к сожалению, не знаю. Вот 9-го числа те самые два концерта в Театре эстрады, они как бы завершают тот длительный репетиционный период. Целый месяц мы репетировали по 6 часов в день, несколько раз уже обкатали эту новую программу. Я думаю, что это должно быть, должно состояться что-то новенькое. Это 9 человек-музыкантов на сцене. У меня сейчас очень хорошие музыканты, даже есть приглашенные, духовая группа. Слово магнитофон, мини-диск и все прочее. Можете приходить с миноискателем искать, равно не найдете, потому что его нет и не будет. Даже нет ни одного секвенсора, ни одного синтетического звука. Все, все живье, все аналоговые инструменты. Потому что и большим это трудом дается. Большим. Большим. Стоит того. Стоит того. Это потому что совершенно другое состояние, рождающее совершенно другую энергетику, которая от тебя идет. Совершенно другая энергетика идет из зала, потому что люди не понимают, как так можно. Оказывается, можно. Без всяких там технических причуд просто выйти, спеть и сыграть по-настоящему, по-человечьему. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Алена Апина, чему я страшно рад. И похоже, что рады еще большое количество людей, потому что у нас очень много телефонных звонков и очень много сообщений на пейджер. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Я хотела сказать Алене Апиной, что мы восхищаемся ей. Очень. Спасибо. У нее такой сильный женский образ. Вот. И я хотела бы задать вопрос. Как бы вы считаете кого-нибудь из своих коллег своими соперниками или соперницами? Не молчи, не молчи мои соперницы. Нет, не считаю я своими соперницами. Это мои коллеги. Ой, ну что такое соперники? Соперники это когда два шахтера добывают руду, да, и вот кто из них быстрее... Ну, может быть, в спорте еще тоже. В спорте, да. А тут, ну, нет такого соперничества. То есть сейчас как бы появляется достаточно много таких звезд-однодневок, и они все стараются в чем-то походить на звезд, и вот в том... Олечка, Олечка, да нехай появляются. Это очень хорошо, что они появляются. Это только подстегивая? Нет, когда меня спрашивают о том, что вот как вы относитесь к такому количеству молодых артистов, да вот то да сё, я говорю, я рада. Так давайте только об этом поговорим через 10 лет хотя бы. В этом году исполняется 10 лет моей только сольной карьеры. Потому что не говоря там, что там было до сольной карьеры. Это была группа комбинация три года. Вот давайте поговорим, то есть я считаю, что прошло столько времени, обо мне, по крайней мере, и со мной людям интересно говорить, и о моих песнях интересно говорить. И о всех молодых давайте поговорим через 10 лет. Стоит ли об этом говорить или не стоит? Это такая проверка времени. Вот это вот самое главное. Нужны эти артисты, не нужны. Если это действительно талантливо, нужно, нравится людям, пусть это будет. Это будет жить, да. Это конечно. Вот такой ответ на ваш вопрос, Оля. Алло, пропало. Пропало. Кстати, вот Оля говорила про образ сильный, женский. Я бы хотел всё-таки разобраться в этом. Алёна, как ты... Я сама до сих пор не развернусь. Я не понимаю, если этот образ есть, то есть ли какое-то у тебя представление о том, что это за образ? И как он формировался? Он формировался вот так вот сознательно, что-то там так вот набиралось. Ни в коем случае не было у меня никакого там пиарщика, имиджмейкера, как сейчас модно это говорить. Это всё создавалось само собой. Ну вот такая вот я. Ну в жизни немножко, наверное, похуже, чем на сцене. Это кто сказал? Это я говорю. Но на сцене, наверное, нельзя выносить плохое настроение, там, я не знаю, раздражительность, ещё какие-то вещи, которые... Я тоже живой человек, мне тоже всегда присущ. На сцене, конечно, только положительная Алёна Апина. А в жизни и положительная, и отрицательная. Поэтому вот так. Вот спрашивают, почему Алёна Апина не даёт никаких автографов? На пейджер, к нам пришло сообщение. Это правда? Может, под горячую руку попали? Я же говорю, что я хорошая только на сцене. Ну не знаю, ну бывают же какие-то такие состояния после тяжёлого концерта, я не знаю, после какого-то там... Ну не знаю, какой-то неурядицы, может быть, душевные там, внешние, мало ли что может быть. Или видит какой-нибудь человек, дайте автограф, дайте автограф, может, я просто плохо выгляжу. Я не имею права рушить вот этот вот образ звонившей девушки Оли, что я такая себя женщина. Но не хочу, чтобы меня так увидели. Конечно, я делаю вот так, говорю, нет-нет-нет-нет, я никому ничего не дам. Ну так бывает нечасто. Ну попали под горячую руку, просто уж извините, в следующий раз выбирайте другое время. Всё состоится в следующий раз. Это Дисканал в прямом эфире, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Алена Апина, чему я страшно рад. И у нас есть звонок. Алло! Алло! Здравствуйте, сегодня нам звонят только девушки. Здравствуйте. Это приятно. Мужчины тебе побежали за подарок. Как зовут? Оксана. Оксана, очень приятно. У вас какой-то есть вопрос? Ну, во-первых, я бы хотела поздравить Алену Апину с 8 марта. Спасибо. Пожелать ей всего-всего-всего. Спасибо. Такое четверостишее. Оставайся собой, будь друзьям всем верна. Пусть тебе и зимой улыбнётся весна. И хотел бы задать вопрос. Для всех весна – это пора любви. А для вас это так? Ну, когда как? Можно и зимой. Иногда как для всех пора любви. Конечно, происходит какое-то оживление, да. Смена гардероба, я не знаю, смена настроения. Природа оживает, все люди оживают. Ну, я как живой человек тоже взгляд с другим. Но этой весной, конечно, всё не так. Начало весны – это большое испытание. Много работы. Много работы. Теснольный концерт. Вот я смотрю у вас тут рекламу Бори Моисеева, да. Всё-таки какая у нас хорошая эстрада. Наша, российская. Очень. Это совершенно полярная вещь. Если у Бори будет шоу, лилипуты, 60 человек-танцоров, да, это всё здорово. А тут же через дорогу, через Москварику буду петь я, которой будет живая музыка. Просто петь. Не просто петь, а как играть. Поэтому выборы есть. И я думаю, что это весной. Есть чем заняться. Нет, хорошо. У нас, конечно, очень активизируется вся жизнь. И, слава богу, это связано не только с весной, но ещё и просто с общим оживлением. Я считаю, что мы выходим из кризиса. И этому очень рад. Вот. И мы даже это обсудили вместе с Аленой, пока смотрели видеоклипы. И согласились. Чего-то к ним говорили. Так. У нас пришло очень много сообщений на Пэриджер. Сейчас мы их бегло-бегло обсудим. А где снимался клип «Завтра» спрашивают? Стандартно. На Мосфильме, походу. На Мосфильме, конечно. Алена, куда распалась группа комбинаций? Где ей работают теперь бывшие солистки? Спрашивают Слава и Саша. О, боже мой. Десять лет прошло. Я знаю, почему она распалась. Ну, распалась и распалась. Куда отделись бывшие солистки? Ну, одна перед вами, а вторая сейчас, насколько я понимаю, начинает свою сольную карьеру. После того, как она родила ребёнка, поставила его на ноги, отправила в детский сад. Сейчас пришло время заниматься собой. Творчеством? Творчеством, конечно. Хорошо. Алена, что происходит у вас в личной жизни, спрашивает очень оригинально Дима? Что у меня в личной жизни происходит? На личном фронте без перемен. Это хорошо или плохо? Я этим горжусь. Я думаю, что на нашей пейджерской эстраде немногие могут похвастаться таким семейным благополучием, так скажем. Опять же, вещь проверенная временем. Десять лет вместе. Совершенно нормальная человеческая семья. Всякое бывает, но всё заканчивается благополучно. Мы до сих пор вместе и расставаться не собираемся. Мы с этим поздравляем. Ещё один вопрос, я так понимаю, что пока последний из пейджера, звучит так. Почему больше не поёте дуэтом с Лолитой? Ну, а вы бы хотели, чтобы я спела с ней ещё одну песню? Если вы очень этого хотите, я с ней спою ещё одну и ещё одну. По-моему, у вас очень зажигательный дуэт получился. Да, он просто такой латиноамериканский. Пусть говорят, что дружба с женской. Да нет, на самом деле пение дуэтом – это такая разовая акция. Но когда-то я пела с Муратом Насыровым, всё очень здорово получилось. Год назад я спела с Лолитой. Нужный, я считаю, для неё очень нужный момент жизни, когда она осталась одна, начала свою сольную карьеру. И думаю, что нашим дуэтом мы заявили о том, что всё получится. На самом деле и получилось. У нас сейчас пришло время для нового дуэта. И подкрою вам страшный секрет, тайну, может быть. То есть переговоры уже ведутся, согласие есть с обеих сторон. И, скорее всего, это будет Валерий Меладз. Мы с ним как дадим. По крайней мере, он и я очень этого хотим. Что ж, очень хорошо. И вот ещё одно очень такое приятное сообщение. Алёна, с такой шикарной фигурой, как у вас, надо ходить полураздетой, а не в сапогах, считает Мераб. Значит, Мераб, понравились сапоги? Сапоги, значит, раздетой, да холодной сейчас сугробы. Чуть потеплее будет. Настанет время, и всё будет, Мераб. Готовьтесь, и вас ещё ждут потрясения, я бы так сказал. Алё, у нас есть ещё один звоночек. Алё. Слушаем вас внимательно. Алё. 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 Здравствуйте. Здрасте. Я хотел бы Алёну поздравить с 8 марта. Спасибо. Алёна, наконец-то позвонил настоящий мужчина. Так, как зовут мужчина? Давай. Какой у вас самый любимый музыкальный инструмент? Вот так. Любимый музыкальный инструмент. Самый любимый музыкальный инструмент, для меня уже стал музыкальным инструментом, это радиомикрофон Шур, потому что я не понимаю, как без него можно петь. Потому что были такие некоторые моменты в моей жизни, когда нужно было петь без микрофона, я поняла, что я разучилась это делать, я теряюсь, у меня совершенно какой-то другой голос, у меня всё по-другому. И даже на съёмках, ну понятно, что в большинстве съёмок происходит под фонограмму, но выйти просто, открыть рот, сделать какие-то жесты, не могу, что-то в руках у меня не хватает. Поэтому самый любимый инструмент музыкальный, это микрофон. У нас, я напоминаю, в гостях Алёна Апина, я ещё раз говорю, что я ужасно рад этому событию, и у нас есть звонок. Алё. Алло, здравствуйте, меня зовут Света. Очень приятно, Света. Я хочу спросить, а как вот Алёна относится к тому, чтобы поклонники могли спокойно общаться с артистом, выходить на сцену, дарить цветы там? Ага. Не, ну поклонники, конечно, могут общаться с артистом, выходить на сцену, дарить цветы, брать автографы, говорить какие-то слова, но фанатеть только не надо, потому что я считаю, что это какой-то уже переходит в заболевание, да, какое-то, что-то нездоровое проявляется. У меня, как бы, был такой пример. Преследование? Преследование, да. Ну, я даже в милицию сдавала этих девочек, я не знала, что это, ну, это невозможно было. Это именно девочки? Это девочки были, да. Ну, там, это вот один из примеров, да. Но потом, слава Богу, слава Богу, девочки выросли, они сейчас уже закончили школу, стали взрослыми девушками, уже пошли учиться, и все почему-то в культуру. И он смотрел уже на меня, и сейчас я с ними стала дружить. Но это такой единичный случай. Все остальное, как бы, поэтому, на какого артиста, смотря, попадешь? Вот моим поклонникам повезло некоторым. Пришло смешное сообщение на пейджер, которое я не могу не прочитать. Мои друзья говорят, что вы можете петь хип-хоп, а я им не поверил. Если это правда, то я продул целый ящик пива, говорит Валера. Ну что, спасем Валеру? Читанием хип-хоп? Читанием хип-хоп? Нет, не читанием. Я что-то не могу понять. Он в каком случае продул пиво? Да, вот как-то... В общем, Валера, в любом случае, иди покупай пиво сам. Вместе с друзьями и выпьешь. Потому что, что касается спеть хип-хоп, спеть... Спеть... Прочитать рэп. Кстати, тоже очень дело такое непростое. Спеть рок-н-ролл, блюз, я не знаю, там, что... Простой поп-песни, да? Жанр вот такой чистый. Все это можно. Все это делается, и все это делается легко, и все это есть в моем репертуаре, который я буду петь 9 марта. Все это есть радость. Так что, Валера, приходите с друзьями. И с пивом. И с пивом. Я думаю, что настроение у вас будет очень хорошее. Вот после всего... У нас еще осталось совсем немножко времени, и я хочу спросить вот какой вопрос. Все-таки у Алены Апиной все сложилось очень хорошо. Была группа с большой популярностью. Эта группа распалась, потом началась сольная карьера. Не у всех она так хорошо и удачно складывается. У Алены Апиной все очень хорошо. Алена. Я тоже чуть-чуть. Да, да, да. Вот. Сделали ли это Алену Апиной счастливым человеком? Ну, быть постоянно в состоянии ощущения себя, что ты счастлив, но это, наверное, надо в сумасшедшем доме находиться, да? Постоянно что-то должно в жизни происходить, и користи, и радости, и неудачи. И удача из этого стоит жизнь. Тем в том ее и интерес. Но тут же и сложилось. Я очень рада, что есть такая певица Алена Апина. Я очень рада, что рядом с Аленой Апиной есть такой замечательный человек. Он же продюсер, он же муж Александр Борисович. И говорить о каком-то таком всеобщем счастье, ну, чтобы не было войны, да, чтобы скорее пришла весна, да, это совершенно нормальные вещи. Но для меня сейчас счастье, что поскорее бы наступило 9 марта, и поскорее бы оно прошло, чтобы я проснулась и сказала, да, я сделала это. Я сделала то, что я хотела. В чем смысл жизни? В музыке. Хорошо. Какой последний слог Алена Апина слышала про себя? Никакой. Вообще нет. Нету? Нету. Отлично. Какие три главных ингредиента любви? Давай дальше. Проехали. Ты имеешь врать? А то. Любимые занятия. Хорошо. Сколько будет 7 умножить на 13? Передача закончится. Калькулятор с собой, к сожалению, все. Восемьдесят. Хорошо. Какую песню Алена Апина поет в душе, вот когда принимает душ? О, Боже мой. Чаще всего люди поют. Но это не песня. Эту песню трудно назвать. Гаммы какие-то. Какого цвета день недели вторник? День недели вторник. Оранжевый. Хорошо. Очень приятно. И как наш стол. Куб, шар или пирамида? Надо выбрать. Пирамида, конечно. Пирамида? Конечно. Что же это значит с точки зрения психологии? Я не знаю. Не знаю. Пустя. Для Алены Апины стакан, в котором налита вода до середины, он полуполный или полупустой? Полный. Это очень хорошо. Значит, Алена Апина оптимист. На эту веселую ночь я хочу поблагодарить Алену Апину за то, что она сегодня до нас добралась. Еще раз поздравляю с наступающим 8 марта и Алену Апину, и всех женщин на земле. Встречаемся в 9-м в театре эстрады. Спасибо. На последок вам красивая композиция в исполнении группы Моджи. Увидимся ровно через неделю во вторник. Пока. Продолжение следует.